...става наукно-технического совета, вот. В повестке дня у нас отчет о работе парка, отчет М. Мария Ильича Васильевна о работе парка за 2012-2015 годы. Кто за то, чтобы данный вопрос для гордейства, кто за, прошу его, товарищи, против, поддержавшие, взятые, принятые, взятые. Значит, в том случае, я вам представляю стола на сейма-технических для работы паразитов. Добрий день. Мы начинаем пророчувати за порядком днем. И, в вашей увазі, шановні члени Науково-технічної ради, звіт директора за работу парка протягом 2012-2015 годы. Національний природний парк Дворичанський, створений відповідно до указу президента України від 11 грудня 2009 року, номер 1044, про створення Національного природного парку Дворичанська, є об'єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Парк розташований на території Дворичанського району Харківської області. Парк є бюджетною, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою входить до складу Природно-заповідного фонду України. Ограняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, витворення та використання. Парк створений з метою збереження, витворення та раціонального використання цінних природних територій та об'єктів гістерстепової зони, що мають важливе природоохоронне, рекреаційне і культурне освітнє значення. Незважаючи на те, що парк було створено ще у 2009 році, повноцінне функціонування він розпочав лише у 2012 році. У грудні 2011 року я був призначений на посаду виконуючого обов'язки директора Національного парку Дворічанський. Майже відразу приступив до оформлення юридичної особи Національний природний парк Дворічанський. Мною були проведені всі відповідні процедури щодо державної реєстрації, установи в органах державної статистики, податкової служби, включення до Державного реєстра тощо. У той же час особисто мною було розроблено та затверджено в Міністерстві екології та природних ресурсів України штатний розпис, структуру, перелік тарифних розрядів для працівників Національного природного парку Дворічанський. У лютому 2012 року було спармовано його адміністрацію та відкрите фінансування установи. Саме з лютого 2012 року розпочався робота бюджетної, природоохоронної, рекреаційної, культурно-освітньої та науково-дослідної установи Національний природний парк Дворічанський. Забезпечення установи проводилось відповідно до положення про Національний природний парк Дворічанський за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України. Для забезпечення виконання окремих природоохоронних заходів парк надавав запити про виділення коштів з Державного фонду охоронино-освітнього природного середовища протягом трьох років щорічна адміністрація готувала та подавала подібні запити. Але не всі вони були задовільнені. У перший рік роботи було придбано комп'ютерну офісну техніку, меблі, формену одягу для служби Державної охорони природного запитнього фонду, два мапеди, необхідний для роботи інструмент та інвентар. Наступні роки фінансування було більш повільним і не задовольняло навіть насущні проблеми парків. У повному обсязі задовольнялась проблема, але у межах, наведених у ліній так, у заробітній платні та відшкодуваннях комунальних послуг в арендуємому приміщенні. У зв'язку з неефективною системою державного фінансування, а саме непроплатою фінансових зобов'язань Державною казначейською службою, при наявності коштів згідно кашторисів видатків та договорів на придбання матеріалів, виконання робіт тощо, частина природоохоронних заходів, які в першу чергу передбачали значні капіталовкладення, не була профінансована взагалі. У зв'язку з відсутністю лімітів у Державній казначейській службі. У зв'язку із цим виникла кредиторська заборгуваність. Досить складна ситуація спостерігалася у 2014 році, коли змінами до бюджетного законодавства було зменшено фінансування установ Розапередного фонду України загальнодержавного значення. Не минуло, це і наш парк. Протягом року майже не фінансувалися незахищені статті бюджету, придбання товарів та подлогів. Установа не була забезпечена навіть папіром та розхідними матеріалами для друку. Але, незважаючи на всі ці гразди, Національний природний парк функціонував і виконував всі покладені на нього задачі у повному обсязі. Відповідно до чинного законодавства, положенням про Національний природний парк, основними завданнями парку є збереження та відтворення цінних природних та історико-культурних комплексів та природних об'єктів на його території, створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об'єктів, організація та здійснення науково-дослідних робіт, у тому числі, з вивчення природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розроблення та впровадження наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища, витворення окремих видів флори та фау, відновлення порушених екосистем, управління та ефективного використання природних ресурсів, організація та проведення моніторингу ландшафтного та біологічного різноманіття. Відродження місцевих традицій природного хорестування, осередків місцевих художніх промисловів та інших видів народної творчісті. І дуже важливо це проведення екологічної освітньо-виховної роботи. За першим питанням, за першим завданням, це збереження та відтворення цінних природних комплексів, покладено на Службу Державної охорони природного заповідного фонду Національного природного парку Дворічанський. У межах своєї компетенції Служба Державної охорони виконує покладення на неї обов'язки згідно посадових інструкцій. Кожний рік розробляється та виконується план роботи Відео Державної охорони природного заповідного фонду Національного природного парку Дворічанський. Звітування згідно їх виконання відбувається перед Міністерством екології та природних ресурсів України. Відповідно до посадових інструкцій, внутрішніх наказок по установі, за кожним інспектором Відео Державної охорони природного заповідного фонду закріплена підконтрольна територія, яка обов'язково обстежується протягом робочого часу. Обов'язковими згідно планів роботи є проведення цільових рейдів у рамках акцій або операцій «Первоцвіт», «Нересь», захорони диких птахів в період весняних та осінніх перельотів, а також у сезон полювання. Заходи направлені на боротьбу з браконьєрством в сфері полювання, рибайства та незаконної вирубки. Протягом трьох років таких рейдів було проведено 32. Крім того, Служба Державної охорони проводить контроль за ристь посанкодобою та касовицею, недопущення її проведення в заповідній зоні. Окремо слід зауважити на проведення заходів щодо недопущення пожеж. Для цього розроблено відповідні накази по установі, у яких передбачається чергування інспекторів Служби Державної охорони у вихідні та святкові дні, під час пожежонебезпечного періоду. Крім того, задля вчасного та ефективного реагування на пожежу на території парку розроблено та підписано плани спільного реагування з місцевими органами Міністерства надзвичайних ситуацій України, колишнього, зараз це Державна служба надзвичайних ситуацій, та з Кам'янським лісницьвом Куп'янського ліспозу. Протягом трьох років у пожежонебезпечний період неодноразово проводились заходи щодо ліквідації пожеж на території парку. Залучалися працівники лісництва та ДСНС України, лісцеві мешканці тощо. Про випадки пожеж своєчасно інформували Мінприроди, Державною екологічною інспекцією та міліцію. Служби Державної охорони, Природного заповідного фонду, Дворічанського національного парку, протягом трьох років було складено вісім протоколів про адміністративні правопорушення на території парку. За фактами порушення режиму охорони. Тому що на Службу Державної охорони тільки покладена одна стаття згідно закону України про адміністративні правопорушення. Всі протоколи були направлені до судів. Було отримано вісім рішень судів про накладення адміністративного стягнення на правопорушників у вигляді штрафу. Було направлено до правоохоронних органів матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення. У 2013 році за матеріалами таких матеріалів було направлено п'яньки. У 2013 році за матеріалами складеними адміністрацією НТП Дворічанський щодо знищення трав'яного покриву на території парку було прийнято рішення суду щодо стягнення спорушника природоохоронного законодавства у користь державі коштів на суму 1 мільйом 672 тисячі 370 грн. Крім того, Служба Державного охорони на протязі звітного періоду проводила досить велику роботу направлену на профілактику попередження правопорушень природоохоронного законодавства на відомчій території. Так, на процесі трьох років було опубліковано три статті у місцевій газеті Дворічанський край, проведено 11 виступів по радіо, розповсюджених 530 листівок та пам'ятник відвідувачам парку, 130 буклетів, проведено 32 зустрічі, 14 виступів на зборах громадян, 128 бесів щодо попередження порушень природоохоронного законодавства на підвідомчі території тощо. Більш детальні доклади Служби Державної охорони Національного парку, вони заслуховувалися чорічно науково-технічну рамку. Я попереджаю, що ці цифри – це лише робота у цьому напрямку, лише Служби Державної охорони. У нас є ще працівники з еколого-виховної роботи. Про них більш пізніше буде детальніше. Друге завдання парку – це створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з задержанням режиму охорони заповідних комплексів. На виконання цього заходу з самого початку існування адміністрації було розпочати роботи щодо планування рекреаційної діяльності у межах Дворічанського національного парку. Насамперед, було проведено його обстеження, виявлений туристичний потенціал, проводились роботи щодо підрахунку відвідувачами території, розраховувалось рекреаційне навантаження на територію парку тощо. Тобто проводилось вивчення наукової складової при плануванні рекреаційного випростання території. У результаті з'явилися перспективні плани розвитку активного відпочинку на території Дворічанського національного парку, які ще слід реалізувати у майбутні. До більш далих проєктів слід візнести наступні. Проект «Будинок бабака». Результатом реалізації проєкту є збільшення чисельності степового бабака, використання території національного парку для еколого-виховної роботи, наукових досліджень, розвитку туризму та рекреації. До того ж планується побудувати еколого-просвітницький центр, присвячений способу життя охорони степового бабака. Для цього необхідно звести відповідну споруду, яку можна використовувати для екскурсій, проведення освітньої роботи серед школярів та молоді, проведення наукових конференцій тощо. Розвиток бьодвочин, досить популярного у Західній Європи та Північній Америці виду відбачинка, який полягає в спостереженній, вивченні птахів не озброєним окам або за допомогою оптичних приладів. Під час міграції на території національного парку Дворічанський з'являється велика кількість водяно-болотяних та хвіжих птахів. Ландшафне різноманіття та особливості рельєфу парку крейдові пагорби вздовж заплаву і річки Оскіл дозволяють організувати спостереження за птахами з височинні без великих капіталовкладів. У рамках підготовки проєкту організації території національного природного парку охорони відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів було оцінено стан та перспективи використання рекреаційних ресурсів, розвитку готельного господарства, інших об'єктів довгострокової та короткострокової рекреації. У результаті заплановано розвиток мережі туристичних маршрутів та екологічних стежок, рекреаційний благоустрій території парку, залучення організацій та місцевого населення до рекреаційної в'єрності на території. Це все потребує досить великих капіталовкладень, додаткового планування, розроблення проєктів, на які теж потрібні гроші, оформлення відповідної документації згідно чинного законодавства і обов'язково буде реалізовано в майбутнє. Для цього вже досить багато зроблено. На виконання завдання щодо організації та здійснення науково-дослідних робіт, у тому числі з вивчення природних комплексів та їх змін, працює відділ науки, моніторингу та еколого-освітньої роботи парку. Це завдання не має по своїй суті строку виконання. Науково-дослідна робота наукових співробітників відео-науки, моніторингу та еколого-освітньої діяльності протягом 2012-2014 років проводилась згідно затверджених планів науково-технічних заходів на виконання теми літопису природи. Плани затверджені на засіданнях Науково-технічної ради Національного парку Дворічанська. Протягом світного періоду здійснено інвентарізацію флори території Національного парку та його околиць. Проведено дослідження раритетної флори на територіях перспективних для розширення парку. Особлива увага приділялась унікальним рослинним комплексам, розпочаток дослідження особливостей розподілу рослинності крейдових агур. Там можна передіснуватися. Здійснювалися моніторингові роботи з вивчення структур і динаміки рослинності крейдяних осіб і крейдяних степів на постійних маршрутах. Проведені дослідження дадуть змогу точніше характеризувати структуру рослинності на крейдяних схилах як середовище ісування для різних видів тварин. В процесі екскурсійних досліджень отримано важливі дані щодо максимальних висот для декількох десятків характерних видів рослин, крейдяних осипів і крейдяних степів. Загальний хлористичний список парку не лінчує 933 віда, 721 із них – вище рослини, мухоподібних – 49 видів, хвощеподібних – 1 вид, папороподібних – 2 види, голова насільних – 2 види, покито насільних – 667 видів. 212 – це нижчих рослин та грибів водоростей – 8 видів, лишаємо 63 грибів, грибів – 141 видів. До охоронних переліків різного рівня станом на початок 2015 року занесено 87 видів рослин та 1 видишальник. Для червоної книги України занесено 33 люди, 3 люди водоростей, 1 видишальник і 28 видів судинних рослин. Із видів судинних рослин, занесених до червоної книги України, 5 видів входять до резолюції номер 6 конвенції, 3 види до додатків до Шнептонської конвенції, до червоного списку Харківської області занесено 60 видів судинних рослин. Але цей список ще не остаточний, він буде уточнюватися. Співробітниками відділу науки за підтримки співробітників різних підрозділів Харківського національного університету імені Каразіна продовжуються роботи з інвентарізації фауни парку та його оповців. Так, за даними інвентарізації на території парку налічується 704 види дворин. Без хребетних це 456 видів, з них 310 видів відносно цехамахи, 27 ракоподібні, 59 паукоподібні, 39 акуні, 27 однокліти. Без хребетних 248 видів. Наступний слайд. Дахоронних переліків різного рівня також належить 227 видів тварин. Червона фінга України – 39 видів. Харківської області – 84. Додатки 2 і 3 Бернської конвенції – 189 видів. Перший та другий Вонської конвенції – 61 видів. Додатки 1 та 2 Вашингтонської конвенції – 23 видів. Європейський червоний список – 15 видів. Зазначена вище кількість видів не є остаточною. На території Національного парку продовжуються роботи щодо інвентаризації. Вони будуть продовжувати азіна дані. Окрім роботи по інвентаризації здійснюються інші види досліджень. Так проводяться кількість необлістки гніздуючих птахів на двох постійних маршрутах через розташовані в лесових біотопах та заплавних руках. Для отримання дані щодо видового складу та чисельності гніздування птахів застосовується кілька облікових методів. Обліки проводяться двічі у рік – це в травні та червні. Таким чином отримано дані щодо видового складу та чисельності птахів, які гніздяться. Здійснюються обліки картування мір-бабака у межах парку. Проводяться роботи щодо лічення радичних серців. Проведено гідробіологічні дослідження у водоймах на території парку та на прилегних територіях з метою встановлення видового складу планктонних погруховань та чисельності їх окремих видів. Результати гідробіологічних досліджень будуть включені до 3-го тому літопису природи. Розпочаті роботи щодо створення бази даних інвентаризації флору і фауни Національного природного парку Дворічанський. Станом на 1 січня 2015 року на території парку визначено 14 типів зникаючих природних середовищ існування Європи за резолюцією номер 4 постійного комітету Бернської конвенції. На даний час співробітниками парку продовжується збір матеріалу поїв поширенню у межах парку та в його околиці. Результати роботи за цим напрямком будуть викладені в наступних томах під опису природи. Здійснюється робота по розробці і затвердженню плану заходів по збереженню та відтворенню півонні тонколістої, яка занесена за червоних ноги України та червоних російсько-карківської області. Певні роботи проведені щодо вивчення чужерідних та інтродукованих видів тварин і рослин на території парку. Проведяться спостереження щодо їх впливу на природні середовища. З результатами цих спостережень будуть розроблені певні правдопоронні заходи. Науковій діяльності парку є досить позитивні результати. Національний природний парк «Двійчанський» виступив співорганізатором першої міжнародної науково-терологічної конференції, що проходила з 20 по 22 травня 2014 року на базі Харківського національного університету Каразіна та науково-навчального стаціонару у селищі Нестерівка Великобурлуцького району Харківського області. Тема конференції – «Савці України та саміжних країн. Минулий, теперішній майбутній». Під час неї учасники конференції вчені з України та інших країн відвідали імальовнічі місця Національного природного парку «Двійчанський». За результатами роботи у межах парку було видано спеціальний випуск війська Харківського національного університету, присвяченого п'ятиріччю Національного природного парку «Двійчанський». Співровідниками парку було підготовлено та вийшло із друку за час ізнування адміністрації 62 публікації, з них нарисів в монографіях 19, статей 26, тест 16, методичних видань 1. Підготовлено та здано до друку 23 публікації, нарисів в монографіях 2, статей 8, тест 7, замітки 6. Загальна кількість підготовлених до друку та виданих публікацій співробітниками парку склала 85, і це лише за період 2012-2015 років. Взагалі, у заслідженнях на території Національного природного парку «Двійчанський» брали участь не лише співробітники установили, а були залучені науковці таких організацій, окрім університету, це і Харківський аграрний університет, Інститут ботанік ім. Холодного, Інститут зоології, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомулярації, Музей Слобожанської археології, Музей природної історії міста Ослах, Норвегія, Національний природний парк Слобожанський, Національний природний парк Гмельчанські ліси, представники Харківського антимологічного товариства тощо. Лише така співпраця принесла плідні результати в вивченні живої природи Національного природного парку Дворічанські. Про роботу наукового відділу можна розказувати досить довго. Тому, якщо кому буде цікаво, я роздракував підсумки науково-дослідної роботи за 2012-2014 роки, можете ознайомитися. Перейдемо до екологічної освітньо-виховної роботи, як однієї зі складової та важливого елементу функціонування Національного парку Дворічанського. Він здійснюється відділом науки, моніторингу еколого-освітньої діяльності. У складі відділу працює один провідний факівець з еколого-освітньої роботи. Для розповсюдження еколого-освітньої інформації формується бібліотека Національного природного парку Дворічанський, введення обліку фіксування нових надходжень та категорізація проводиться в провідних еколого-освітньої роботи. У склад бібліотеки входять наукові, науково-популярні та періодичні віддання різними мовами. Українська, російська, англійська, німецька, польська. Поповнення бібліотеки ведеться за рахунок надходжень від громадських організацій, приватних осіб та співробітників парку. На даний момент бібліотеці нараховується понад 238 примірників паперових видань. Серед них 97 – це спеціальна та науково-популярна література, 60 – інформаційні та наукові брошурі, 24 – література іноземними мовами, 57 – наукові періодичні видання. Кількість електронних варіантів книжок складає приблизно 2650 назв. Окріме створення та постійно оновлюються відео, аудіо, карта та техніка. На даний момент на території парку прокладено дві екологічні стежки. Це урочище заломне, протяжні стежки 2890 метрів та крейдяна стежка 5200 метрів. Урочище заломне проходить по лісовій та степовій частині парку. Була розроблена і відкрита у серпні 2012 року. У 2013 році за допомоги громадських організацій її було облаштоване інформаційними стендами. Крейдяна стежка проходить по степовій частині парку вздовж рухла річки Аскіт. Розроблена і відкрита у травні 2013 року. Протягом існування адміністрації парку яка стежки відвідала понад 500 людей. Більшу кількість, яких склали учні загальноосвітніх шкіл району. Задля популяризації Національного природного парку Дворічанський протягом трьох років було розроблено, надруковане та розповсюдження понад 4 тисяч примірників, інформаційних листівок за наступними тематиками, проти палу дорічної трави, первоцвітам життя, про встановлення заборони на вилов риби, правила поведінки на території парку, календари, закладки, які закликають до бойового ставлення довкілля, рекламують Національний природний парк, буклетів тощо. Буклети видавались не тільки українською, але й англійською та німецькою мовами. За підтримки фонду Rafford Small Brand for Nature Conservation було видано буклетів та плакатів степова гадюка зникаючих вбитк Харківщини у кількісті 4 тисячі примірників та 600 примірників відповідно буклетів. Також проводилось оновлення аншлагів, встановлення стендів та вказників напрямку руху по екостежці. Всі заходи здійснювалися за допомоги громадських організацій та власними зусильнями співробітниками парку. Протягом світнього періоду було проведено велику кількість еколога освітніх заходів. Я теж не буду їх всі перелічувати, тому що є тут у нас і підсумки еколога освітньої діяльності, там ви можете ознайомитися з усіма заходами, але я зауважуся лише на найбільші астралии. Такі акції як День Даркілля зробимо Україну чистою, місячник за чистий Даркілля, конкурси «Природа, дачі на дітей», «За життя на землі», «Первоцвітам життя», «Фотовиставки», «Первоцвітам життя», «Очи дітини», «Фестивалі «Жива вода», «Територія Привод 2014», «Обласні туристичні біеналі», «Литературно-екологічний ранок», такі близькі ми запринували, збір, тренінг, викладачів, туроператорів, закладів освіти. Окрім живих екскурсій екологічними стежками парку, були організовані віртуальні мандрівки парком під назвою «Пізнай рідний характер». Задля розповсюдження інформації щодо діяльності установи розроблено власний веб-сайт, який вже індексується у мережі інтернету. Існують сторінки Національного природного парку «Дворічанський» в соцмережах «ВКонтакті» та «Фейсбук». Також існують статті про парк на сторінці Вікіпедія, як українською, так і російською мовою. Оновлення інформації в мережі ведеться постійно, щотижня додаються нові фотоматеріали, а також публікуються новини з життя установи. Мною саме як директором Національного природного парку протягом трьох років було прийнято безпосередньо участь у 23 виступах на конференціях, семінарах, нарадах тощо. Безпосередньо мною було підготовлено до друку 17 наукових публікацій. Також було забезпечено своєчасно сплату податків та платежів до бюджетних установ всіх рівнів та недопущення заборгованості заробітної плати. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів державного бюджету здійснювався перевірками Рахункової палати України, Державної фінансової інспекції та Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. За результатами перевірок не було складено жодного протоколу за порушення бюджетного законодавства. У всіх напрямках діяльності парту я приймав безпосередню участь. Будь то охорона, наукова діяльність або яка просинка. Дякую за увагу. Дякую за перегляд! 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 Значит, мы его отправили на торговку, его доделают, мы его скоро уже получим в готовом виде. И приступим к согласованию. То есть он уже изготовлен. И это все. Сколько было получать? Три проверки, да? Да, три проверки. Три проверки. Одно предписание, которое не касалось вашей предприятий вообще, которое будет распространено? Ну, конечно, да. Это уже до сих пор, но пока и продолжают, они опоздались. Такое предназначение могу принять? Дело в том, что по некоторым, значит, по некоторым нарушителям режима территории до сих пор не принято решение соответствующих органов. Но вы для этого сделали? Ну, мы, как бы, мы проинформировали об этом все правоохранительные органы, направили им соответствующие материалы. В общем-то, все, что мы могли, все, что мы могли в соответствии с нашей компетенцией, мы сделали. Спасибо. Спасибо. Ну, у нас открытое заседание. Вы, ну, насколько я смотрел, вы говорили, что парк собирается расширяться тогда, и у вас какие-то планы какого-то расширения, и чего они касаются, какие проблемы с расширением парка у вас будет? Значит, это тоже было одной, и до сих пор остается одной из первостепенных задач. В принципе, готовы, значит, готов картографический материал. Но мы не можем получить перелику землогласники в землокорастувачи. Госкомзем эту информацию не дает. Неоднократно обращалась в местное, в местный отдел Госкомзема, областная администрация в Карьковской области, для того, чтобы получить эту информацию. Ну, обычно оттуда шли либо какие-то отписки, то есть полностью информация не была получена. Не на наше обращение, не на их. Но у нас есть научно-экологическое обоснование необходимости расширения. Эта территория была обследована. Там есть, ну, в общем-то, выявлен целый перечень редких видов растений, животных, редких, ну, растительных сообществ, биологических сообществ на этой территории. И ее необходимо, конечно, включать в расширение, потому что 3000 гектар – это, ну, очень маленькая территория для нас иного парка. Если же те планы, которые мы ставим и, значит, и которые реализуются в ближайшем будущем, то эта территория вырастет до 10 тысяч гектаров. То есть это уже будет полноценный большой такой национальный парк. Загвоздка, в общем-то, в Госкомземе. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Хотите, ну, не видишь, но, наверное, как? Ну, парк – это такая структура, которая влияет на взаимодействие в этом районе. Скажите, пожалуйста, вот мы, когда стали заниматься парком, мы выяснили, что некоторые местные жители, они не отличают парк от, допустим, охотничьего хозяйства. И то, и то есть, и то, и другое мешает, как бы, осуществлять личный уклад жизни. Вот что делается в этом направлении, какая осветительная работа? И как мне кажется, что это дело не сугубо ваше, а в семче. Поэтому какие-то направления, может быть, где мы можем направить? Ну, смотрите, направление как раз по эколого-просветительской работе, которое ведется в нашем национальном парке, оно как раз направлено на то, чтобы эти различия показывать. Что такое охотничье хозяйство, а что такое национальный парк? Постоянно, во всех публикациях мы обязательно указываем, что такое национальный парк. Очень часто на лекциях, при встречах с детьми, значит, рассказывают отличия национального парка от заповедника. Для того, чтобы... Очень часто получается так, что дети рассказывают своим родителям, и родители узнают уже от детей. Но народ, честно говоря, несколько уперт, некоторые не хотят это понимать. Хотя встречи с местными гражданами, они, в общем-то, происходят регулярно. Мы постоянно общаемся с теми, кто на территории парка находится. То есть для местных жителей, согласно положению, у них, ну, в общем-то, даже такой статус нахождения на территории парка, ну, как бы, несколько лояльный. Согласно положению, они могут использовать природные ресурсы парка для своих нужд. Например, там, в хворосте, согласно положению, если им нужно для того, чтобы просто пить, там, ну, как бы, дома, печь. Значит, они могут ловить рыбу на одну удочку спокойно, то есть это не запрещается законодательно. Они могут выпасать скот, если это их не, ну, как бы, участки. Они могут сено косить. Это всё разрешено. Но, как бы, не всегда мы находим общий язык. Далеко не всегда. Поэтому я думаю, что здесь, в этом направлении, необходимо вести вот именно такую пропагандистскую работу, которая направлена на то, что национальный парк, в общем-то, охраняется именно для них. Для того, чтобы те же самые охотхозяйства не выбили всю дичь, не выбили те же охотничьи виды, не раскатали все меловые склоны квадроциклами, снегоходами. Ну, чтобы, в общем-то, осталось это всё для их детей и для их самих. Кстати, на самом деле, я скажу, что не все местные жители, далеко не все, поддерживают элитные охотхозяйства. Например, те же самые местные охотники, они, в общем-то, против, потому что они очень сильно пострадают. Сельхозпроизводители, по полям которых постоянно совершаются вот эти вот, значит, загонные охоты, они тоже видят, ну, негатив от этого. Ну, многие боятся, так сказать, на самом деле. Дело в том, что, согласно, аналогично рассмотрим, не то, что сейчас является проблема национального парка, на самом деле не их вина. Это проблема, отсутствие предыдущей работы в министерстве, власти, власти, власти и прочее. С юридически там мы выполняем работу, в том числе и проследить исход. Один из вариантов работы, несколько проектов у нас было, работы на Куричанском районе и работа в школу. То есть лекции, экскурсии проводились, причём за школьниками, нанимались автобусы, метрогеологические, антемологические, ботанические. В течение, если перейдёшь в разные сезоны. Ну, это уже чуть-чуть другое. Давайте, да, давайте с начала вопроса, а какого выступления? Это уже было выступление. Давайте, Рюмар, продолжение. На основу вас прошу продолжение. Я бы хотела сказать, что, хотела сказать, что они, ну, как бы, не различают парк и охотхозяйство, но охотхозяйство, они просто ненавидны, насколько нам это удалось. Спасибо. Ну, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, ваше штатное расписание, то есть, ваш штат является оптимальным, надо сказать, что мешает? То ли нормативы чистят нас не дают, то ли просто финансируют. Одно дело, финансирование мешает, одно дело, если вы уже полностью набрали нормативы, которые вы можете набрать. Потому что, чем больше будет работать в нашем парке местных жителей именно, тем больше будут снижаться проблемы именно, как бы, контактов местного населения. Потому что люди, которые работают в местном парке, являются, ну, в принципе, агитаторами своих семей и так далее. Значит, мешают, естественно, на нормативы. Есть нормативы численности национальных парков. Сейчас есть несколько изменённые, которые разрабатывало Министерство экологии и природных ресурсов. Там немножечко легче, там, ну, на несколько единиц для той площади национального парка, которая сейчас есть. Если бы было действительно больше людей, я, в общем-то, это тоже всегда на это ставил акцент, когда рассказывал про расширение территории парка, что увеличится штатное расписание. Естественно, местные люди будут задействованы в работе в национальном парке, потому что уровень безработицы достаточно высокий в Гречанском районе. Если посмотреть статистику, можно посмотреть, на каком месте район находится в Харьковской области. А среди местных жителей достаточно большое число их работает у нас в парке. Служба охраны вся местная, например, в общем-то, финансово-экономический сектор местный тоже весь. Ну, с наукой, да, как бы проблема небольшая, то есть, очень тяжело найти специалистов. Тем не менее, отдел науки возглавляет тоже весь этот человек. Еще кто-то хотел? Внимание, мне вашу скоростность была. Десять бы раз. Так, 12-й, 13-й год, а 14-й год. Летомис природа? Как вам состояние? 14-й год. Почему-то? Ну, смотрите, уже остается 1 мая, она еще официальная страна, и вот уже 2-й год, 3-й год, который остается до 1 мая 2015 года. То есть, она уже набрана, сейчас идет работа по ее печати. Еще вопросы? Летопись мы всегда вовремя сдали, у нас нету. Просто излучшитель, да? Ну, значит, там, надо делать какое-то решение, откуда кладут? Нет. Может, у тебя нет, там, где-то? А, да. Если... Министерство, я хочу сказать, что все цифры, которые вы проговариваете, надо давать на слайд. Там, вот, там, утримано стики до кошти, стики до кошти, засвоено такого-то такого-то робота, чтобы в целом было... Министерство, я догоню, каждый план. Я все понимаю, но вот вы, когда делаете вот такой вот доклад, это все цифры, на основу, какие воспринимаются. Потому когда вот это все вот показывали, столько-то там делал на чего-то, там, сам, буклетиков, столько-то экскурсий, столько-то того, все равно в перерывах между этими картинками, тогда оно было бы разноучено. Здравствуйте. У меня вопрос. У меня вот тут несколько подготовленных выступлений по поводу автоматизации 5 месяцев в Америке. Это сейчас уместно или лучше после того, как вы проголосаете по поводу выступлений? Ну, я думаю, что это в разном мы потом рассмотрим. Ну, вопрос-то. Да, все. Все, хорошо. Так, кто еще хочет выступить по поводу доклада, Александр Галигорьевич? Ну, если можно... Да, пожалуйста. Может быть, есть смысл сейчас? Ну, если можно, я расширю один из вопросов, который скучал на пресс-конференции, посвященной парку. Алексей Анатольевич, вы можете пересесть. Да. Спасибо. Который касался пожаров и якобы бездействия парка, администрации парка относительно пожаров. Я хочу немножко вот этот момент прояснить и оживить его фотографиями, просто чтобы присутствующие понимали, что такое пожар в степи и как это может выглядеть вот в живом виде. Максим Олегович очень скромно ответил на пресс-конференции и сейчас этот вопрос не затронул. Начальник научного отдела и научный сотрудник в процессе тушения пожара. Для тех, кто, допустим, не понимает, как нужно тушить парку. Есть парк, вот, кажется, услышал с лопатой, пожар потушил. Вот сейчас я стою на Ноловой горе, и здесь на три места подшорка. Есть два мобеда, которые не всегда есть возможность заправить, и некоторое количество людей, которые тоже не имеют возможности быстро добраться до этого места. Ну и вот, собственно, поездка была при участии кандидата наук, научного сотрудника, трое нас было из университета, и вместо научных исследований занимались тушением пожара. Научный сотрудник парка таким образом подлевает пожар. И если бы не эти действия по тушению пожара, то, возможно, сейчас вот эти вот склоны выглядят несколько и больше. Благодаря работе людей, которые теоретически не должны были этого делать, были потушены эти пожары. Средствиями, которые были под рукой, такими вот швабрами, вот, чем было. И последствия, которые бывают после пожара, вот такие вот сгоревшие насекомые. Казалось бы, сухая трава, зачем она нужна, тем не менее, это очень может негативно влиять, особенно если пожар идет большую частоту. Ну и вот, к сожалению, я не сфотографировала непосредственно Максима Олеговича за тушением пожара, было не до того. Вышли из машины и непосредственно пошли тушить пожар. То есть не нужно было делать эти фоточки, потому что была дорога каждая минута. Это к вопросу пожара. Спасибо большое, что вы работаете, чтобы скупить можно. Да, пожалуйста. Мы заслужили отек, я редко пою. Но когда парк поднимают с нуля, когда за спиной ничего нет, этого человека заслуживают особого внимания и благодарности. Поэтому я не хочу сейчас говорить о пожарах. Это целая дискуссия, потому что если есть пожар, то есть ветошь, рано или поздно она будет гореть. Вспомните историю всех заповедников. Это проблема, это целая проблема. Мы сейчас говорим о том, что с нуля поднимаем парк. Мы говорим, как дальше работать. Я считаю, что человек на месте, он организовал этот парк, и его отчет заслуживает высокой цепи. Пожалуйста. Тоже буду краток. Значит, мы заслужили сегодня отчет директора парка Максима Олеговича за прошедшие три года. В принципе, конечно, все члены научно-технического совета хорошо знакомы с деятельностью парка, с теми проблемами, которые возникают. Их много, и законодательных, и материальных, и моральных, и всяческих. В любом случае, Максиму Олеговичу все равно даже хорошо, потому что сегодня можно было часто говорить, впервые, 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 да, ПЭШ, раздробно ПЭШ проведено, потому что на самом деле парк был создан с нуля. И, конечно же, в этом большая была трудность и большая заслуга нынешнего директора. Потому что одно дело – прийти на готовое, а когда нет ни помещения, ни штатного расписания, ни сотрудников, то есть все это нужно было создать, придумать. Собственно, у нас большого и опыта, и специалистов, которые бы готовили специально для работы на основных природных парках, не было. И не было такого опыта существования природного заповедного объекта на территории Дворичанского района, что тоже добавляло сложности. Потому что надо было не только создавать работу парка, но и объяснять, в чем особенность работы парка и для Дворичанской районной державной администрации, и для Дворичанской районной рады, и для прочих сотрудников разных организаций и установок. В этой связи, я думаю, что представленный нам сегодня, сказать, краткий доклад показал о том, что парк создан, парк действует, работа проводится. Поэтому у меня предложение до совета следующее. Первое. Признать работу директора парка за отчетный период удовлетворительной. И, пунктом вторым, значит, в Науково-техническом и техническом ради звонить до Дергоичевской районной державной администрации с пропозиции про надание погоджения на продолжение контракта на посаде директора для Высочину. Спасибо. Есть еще одно предложение? Да. Пожалуйста. Я немножко так скажу, для чего мы вообще это сегодня собираемся. Просто областная государственная администрация Харьковская считает, что я бездельник. Я ничего не делаю. Это не одна ядеря, это не одна зная администрация, а отдельные какие-то лица. Ну да. Они просто, понимаете, они как раз дают интервью именно от лица областной государственной администрации. То есть я пока черпаю ту информацию, которая есть в интернете. Я как бы слышу это все. Поэтому, в общем-то, мы и собрались сегодня для того, чтобы показать, что национальный парк не бездельничал с природой. Он работал. Может, помните, на прошлой пресс-конференции поднимался вопрос о создании комиссии на уровне областной администрации, которая бы изучила работу национального парка. В которую вошли не только представители, значит, ну, государственные служащие, но и ученые, общественные организации для того, чтобы дать оценку. Может, стоит это тоже включить в проект, значит, решение, за которое мы будем голосовать. Шабаренко, я предлагаю не ограничиваться только от администрации, а обратиться и к областной администрации, и к областной совету. Справочка, по-моему, создала комиссия, нами запакованное письмо в департамент охраны окружающей среды. На той неделе, ну, это было под праздники, возможно, они еще не прочли. Там две страницы, просто читали. Значит, в таком случае поступило три предложения. Значит, первое, признать работу селектора парка удовлетворительную. Второе, обратиться в Речанскую районную администрацию с предложением согласовать значение Максима Олеговича и Сочина на должность директора парка. И третье, обратиться в областную администрацию и областной совет с предложением создать комиссию по Речанскому парку. Как мы будем голосовать? За каждое отдельное или за все вместе? Что за комиссия, зачем? Пожалуйста, Леонид. Мы когда-то встречались перед пресс-конференцией с Тимчуком, кстати, с начальником департамента, который вот сейчас заходил, попрутился и ушел. У него разговор шел о чем? Потому что ситуация конфликтная, ее нужно как-то разрешать. Нужен какой-то диалог вот кого-то с нашими местными властями. Но такой диалог, как только в формате какой-нибудь комиссии провести больше невозможно так. А для того, чтобы эти комиссии легализовать, ну, по нашему загражденству, она должна быть либо в любом администрации, либо в любом совете. Потому что, ну, конфликт есть, есть проблема, мы можем о нем, ну, о ней сколько угодно говорить. Можем как-то воевать, никто не спорит. Но прийти к какому-то консенсусу нужно в процессе переговоров. Другого формата просто нет. Ну, странно, мы можем при администрации это не только. Нет, мы можем предложить. По закону у нас, ну, при облаконистрации не помню, как это создается. По закону органы местного самоуправления могут создавать при себе как депутатские комиссии, куда они никого не включают, кроме депутатов, так и временные, в которые они могут включать помимо депутатов еще кого угодно. То есть идея была именно в этом. То есть я правильно понял, что тут прийти к депутатам подать обиды, к управляющему парку, то есть там и тебе... Это на себе поведение? По разрешению данного конфликта, скорее. Какого конфликта? У нас конфликта нет. Мы принимаем два отчета у депутателем и просим главы администрации укрепить должность директора. Всего? Научно-техническая радость. Сорвание специалистов. Пока я откуда-то не знаю, пока их нет. Но при этом мы знаем, что райадминистрация не утвердила. Вот при этом мы принимаем сейчас решение и пишем письмо. Письмо и заключение в нашей... По-моему, что райадминистрация и райадминистрация должны были все, те, кто не утвердил, должны были быть здесь и привести свои доводы. Может быть, мы чего-то не знаем. Я прошу прощения. Понятное дело... Нету никого. Понятное дело... Понятное дело, так все должно было быть. Я же говорю, что мы можем сейчас от НТС отправить письмо на райадминистрацию. Если, ну, кто-то думает, что письмо от НТС для райадминистрации будет более весовое, чем указание от губернатора, ну, это странно вообще. Создание такой комиссии – это попытка защитить Максима Леонидовича. Потому что какие можно другие действия сейчас... Письмо на имя губернатора от НТРа с тем, что райадминистрация непонятным образом не согласовывает и не продолжает контракт с директором, при этом нет никаких претензий по относительным действиям. Если попросим... Я прошу прощения. Да, это сравнение уже высказал словами своего замыша Книнга, который четко в интервью озвучил, что можно по поводу национального парка. Мнение... Он выступал как заступник был выгоден. Интервью. Интервью, что по-другому не было эффективно. Вот. Я сейчас... Дело все в том, что в эту комиссию должны быть включены представители общественности. Только так, так или нет, и не иначе. Временная комиссия, которая будет... У них есть свое мнение, у нас есть свое мнение. Решать можно. Но то, что у их мнения уже сформировано, это можно посмотреть в интервью замок. Это, в общем-то, я и за это письмо. Ну хорошо, мы отправляем это письмо. Облах администрации на него не реагирует. Что дальше? За то обращение, конечно, мы будем смотреть на третьи причиня. Ну, не понимаешь, что им реагирует. Вот когда не будет ответа, тогда у нас будет повод оправиться комиссия. А обращаться в Украине, которая имеет свое предубежденное такое мнение, создать комиссию, которая принять то решение, которое им сейчас устраивает, и которое они уже всегда решают, это будет себе... Ну, кстати, облах совет по этой проблеме себя еще как-то не проявлял, мы не знаем. Вполне возможно, что там будут депутаты, которые парк и поддерживает. Ну, просто вот, на самом деле, помимо писем, каких-то сборов подписей, мы сейчас не можем сделать ничего. При этом облах администрации какого-то, ну, свое решение в отношении парка проявили неофициально. И, например, мы пишем-пишем письма, нам приходят просто отписки. Никто ничего, на самом деле, по поводу парка не делал. Максим Олегович находится в состоянии, исполняющий казнь, если сколько это продлится. А комиссия все-таки это попытка изменения... Попытка додавить тот вопрос, то решение, которое интересует об администрацию. А комиссия это все-таки попытка изменить мнение об администрации, это все-таки попытка изменить мнение об администрации по данной проблеме. Вот мы сейчас говорим, да. Комиссия не покажет, но если вам, в комиссию войдут 20 человек, с одной стороны я утрену, и 10 вам. И потом, решением комиссии будет принято уволить всеми арминистрации, большинством. И потом вам будут задать явно, сгоды, переживания комиссии. Зачем это создавать свою проблему? Если они... Это вполне... Там не будет вашего большинства, там будет большинство людей, которые будут оставить ту ступуру, которая так будет комиссии делала. Это 100%. И потом, с этим решением комиссии, плюс обороты, это будут... Кто будет решением? Комиссия, а не будет решением. Вы знаете, по всему арминистрации, правильно? Вот так должны быть нюансы. Я не говорю, что так будет, но есть такое... И еще на месяц партнерную работу парка. Здесь у нас комиссия, и он прорвает парк по всем направлениям. Я хотел сказать, что те гарантии, что ту комиссию, которую создаст совет, у нее включат кого-то из... И включат. Мы не цитуем. И включат, конечно, да. Вот. Ну, тем не менее, за что мы голосуем? Вот за эти предложения... По одному. По одному, да? В таком случае, разрешение поставить на голосование. Значит, первое. Признать, как вот... Если не можно, еще дополнить одним вот к этому разговору. Я как бы, не знаю, надо ли выносить, надо же посмотрим, очень разрешение. Как бы, не вот передоставим. Он сказал, что были некорректные высказывания, и они дефиксированы, заместителя Харьковского... Головы Харьковской областной державной администрации, вот, про работу парка. И в том числе, так сказать, там прозвучали, так сказать, прямые обвинения в том, что, так сказать, что максимально допущены, так сказать, уголовные преступления, и на него возбуждено уголовное дело. Как я понимаю, Михаил Ильич, никто вас никуда не вызывал, никаких не вручал, по-моему. Значит, соответственно, это неправдивая информация, которая, так сказать, распространяется государственным служащим и получает честь и достоинство, так сказать, директором парка. Поэтому, в принципе, если, так сказать, такие высказания были, и они дефиксированы, то мы, как совет научно-технический парк, можем обратиться к главе Харьковского областного державного администрации, вот, чтобы, во-первых, были спростовыми, так сказать, вот, неправдивая информация, а государственные служащие, которые распространяли в завтрашивающие информации, эти сведения, были привлечены к дисциплинарной ответственности, вот, либо можно прийти в государственную службу, вот, которая отвечает за, проверяет работу и выполнение притяги к государственным служащим, если, так сказать, такие действия совершены, то это тарутора нарушения притяги к государственным служащим. Поэтому, в принципе, мы можем, вы можете или в частном порядке предъявлять претензии, так сказать, к этому госслужащему, мы можем, так сказать, сейчас провести это протокольно через заседание Совета, и, так сказать, тоже, как пунктом добавить, Обратиться к голове Харьковской областной администрации с проханием запоясними. Если информация не республикает действие, то притянуто до республикательности, до того, как все усилия, какие ее расповсюдживали. Тут на усмотрение, что вы можете как лично защищаться, так можем считать необходимым. В любом случае, постигательство неправдивой информации на директора падает на весь парк и на НТР, которые должны контролировать деятельность директора парка, а мы говорим, что она хорошая, а мы говорим, что она плохая. И нас обвиняют в неправдивой информации. Если поддержать, то я предлагаю и этот пункт такой редакции добавить. Если как бы директор парка, они считают, что он будет сам лично защищаться. У меня есть уточнение. Смотрите, у нас некоторая нелогичность наших поступков. Главар администрации по непонятным нам причинам отказал Максиму Олеговичу в продлении контракта. Мы, заслушав ответ, отчет, понимаем, что парк полностью справляется со своими возможными обязанностями, что директора на своем месте. Мы сейчас первым решением предлагаем снова начальнику райадминистрации, как бы обращение ДТР, все-таки с ГОДТ кредитатуру Максиму Олеговичу в продлении контракта. Он уже отказал его. Может быть, нам в нашем детьми, в нашем обращении сказали, что нам непонятны аргументы на основании чего он это сделал. Попросить ему дать разъяснение, на основании чего он отказал в продлении контракта. То есть он уже сделал действие. Он уже отозвал свою подпись. Переписать ему, чтоб он снова вернул свою подпись, это нелогично. Значительно логично. Отозвал прокляция. В район администрации. На основании чего он отозвал свою подпись и отказывается продевать контракт Максиму Олеговичу? Это было бы более логично. Теперь, что касается комиссии, я противник создания комиссии, потому что я не верю в учебность, я не знаю ее персонального состава, я голосую за кота в мешке, и от этого может быть значительно хуже. Но как раз вопрос о том, чтобы продлить контракт с Максимом Олеговичем, этот вопрос может быть направлен не главе администрации, который уже отказал, уже отозвал подпись, а губернатору, что мы как научно-технический совет, заслушав отчет, имея возможность анализировать действия Франк Паркова, то, что там происходит, и видя вот эту странную ситуацию, когда глава администрации сначала ставит подпись и потом ее отзывает, обращаемся к нему как губернатору с просьбой, продлить контракт по всему Олеговичу и разобраться с главой администрации, что это было не сделано. Есть такое письмо главы, что я отзываю свою копию? Оно было направлено на министерство Экологии. На министерство Экологии? Ага. То есть он сначала спросил, что я сдавился в данных директора Харьковского национального университета ЗВИ, обратился к главе администрации о поддержке их посещения. Мы еще не получили ответ. Да. Поэтому может стоит подождать, когда... А можно оборудовать и волну? Волну, они повлияют, и эта волна в обратную сторону. Я не знаю. А не в осветительности, а в НТР? А в НТР можно. Так не дально оборудовать, а просто поддержки. Поддержки. А в НТР вам не возможно? Нет. Вам не возможно. Я предлагаю. Я предлагаю. В главе администрации запрос, почему, на основании каких аргументов он отозвал подписью, он отказывается продлевать. В главе администрации письмо поддержки, что мы как НТР полностью поддерживаем директора и просим продлить с ним контракт. То есть я предлагаю там, и всякая комиссия. Все правильно, давайте. Ставим. Требу, мои пожертвы. А вас, давайте, ставьте. Хорошо. Значит, у нас есть четыре пункта. Первый пункт. Признать работу директора Курчанского парка Максима Владимировича Делеговича Высочина за эти три года удовлетворительной. Кто за это? Члены МТР прошу голосовать. Кто за? Против, воздержавшиеся. Принятые единобрасные. Значит, второй пункт. Обратиться к Курчанской районной администрации с просьбой предоставить пояснение, почему отозвано согласование данной религией. Вот, и второе, обратиться, и в этом же пункте, обратиться к главе областной администрации с письмом поддержки Максима Владимировича. Ну, где-то примерно так. Это, ну, старое решение. Решение. Вот. Кто за? Кто за? Прошу голосовать. Против, воздержавшиеся. Принятые единогласно. Третий пункт. Обратиться в областную администрацию и облсовет с предложением создать облаченному парку комиссию. Вот. Значит, кто за то, чтобы обратиться к созданию комиссии? Кто за? Один. Против. Один. Воздержав? Против. Кто против? Еще раз, пожалуйста. Раз, два, три, три. Кто воздержался? Раз, два, три, пять, шесть, семь. Не принимаются. И четвертый вопрос. Четвертое предложение. Обратиться к главе Харьковской областной государственной ассоциации по поводу выступления главы по деятельности директора Грущевского паркового. Хочу на просьбу дать пояснение, но это еще мыслись. По правой руке, да? Раз, два, два, три. Дать пояснение по поводу выступления главы. Но при поводах есть у нас это выступление. Интервью есть. Интервью есть. Точно так же начальник департамента высказывался в этой конференции. Можно тоже спросить. Начальник департамента дает его подчинен. То есть он праздник будет тратить и за сутки зрения. Ну так можно оплатить. Есть официальное интервью на статус ВОЖ Ахмирка. И есть сайт, причем 50-я камера того, что... Официально вообще тревоги не взял. А пришел? Обратиться к главе администрации с просьбой дать пояснение по поводу выступления заместителя главы и директора департамента. Тогда вы же правы положите текст этого самого выступления. Дайте, дайте, дайте. Дайте, дайте. В случае подтверждения неправдивой текстово, то есть здесь нормальная ответственность. Поэтому вы не без ваших углов. Да. Кто? И за. За. Приглашение. Подвучилось. Кто за? Против. Воздержавшееся. Принятый вопрос. В таком случае, первый вопрос в нашей повестке дня исчерпан. У нас есть еще пункт «Разное». Вот. Какие будут предложения по поводу пункта «Разное»? Так. Сейчас. Так. У меня есть, опять повторюсь, доктор по поводу известной ситуации выпуски актиматизации «Разное» в Дуричанском районе и непосредственно на территории Национального парка Дуричан. У меня вот эта небольшая презентация с результатами нашей десеты и с некоторыми глубинами юридических. С момента этого. Свети. Ну, я прошу эту. Ну, давайте, что я против любой актиматизации. Так. Так. Так что, значит… Ну, если нужно. Есть предложение заслушать это сообщение? Есть какие-то возражения просто? Нет. Нет? Пробедения нет? Так. Извиняй. Против. Да. Можно меня отпустить? Я просто под операцию. Да. Конечно. 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 Итак, как стало известно из одного из роликов, помещенного 4 апреля в интернет-сайте. Есть на него ссылочка. Вот. Охот хозяйственной береги выполнила то, о чем оно несколько раз уже говорило на научно-технических советах. Выпустила 50 особей оленей Пятнистого на территории Туречанского района. Но выпустила, судя по всему, ну, и как мы предполагаем, единственное доступное возможное место – это урочище заливное, или, как на старых картах, урочище заломное. Говорится. Площадью 516 гектаров. Однако вместе с прилегающим лесным комплексом образуется порядка 700 гектаров. Здесь сейчас вырезка из списка со всей фауны Украины. Это список расположен на сайте террористической школы украинской. И на него идут ссылки, в том числе и академии, ну, и прочих источников. Согласно этому списку, на период 2014-2015 год в списке со всей фауны Украины включают 152 вида, из которых 22 являются адвентивными. То есть видами чужеродными для нашей фауны. Это имеется в виду не те виды, не только те животные или те виды, которые находятся в дикой природе, а в том числе виды, которые находятся в зоопарках государственных, частных зоопарках или в каком-то частном или вольерном содержании. Вот специально сделана такая вырезочка, где мы увидим, видим, выделено. Церросник, он олень японский, он же олень маньчжурский, он же олень дальневосточный, он же олень пятнистый. И чуть-чуть ниже баран муфлона. Оба вида относятся к адвентивным, к примеру, для третий. Пятнистого оленя уже выпустили по поводу барана муфлона на последнем научно-техническом совещании. Директор ДП Бирюк говорил о том, что у них это есть в планах выпуска и актематизация муфлона. Что мы из этого имеем? Первое. Уже это адвентивные виды, и один из них выпущен. А теперь чуть-чуть к закону. Существует закон Украины о животном мире, а именно ст. 50 этого закона, в котором говорится, переселено тварин в новые места пребывания, актематизация новых для фаунд Украины видевших тварин, допускается в науково-доследниках и господарствах, целях с вырахованием науково-брандотных и экспортных выставок. С дозволом центрального органа, выполняющего влады, что забезпечило формирование в державной политике. У нас это Министерство экологии. За погоджением и центральным органом экономической влады, это ДТП, то есть это наша фонда. Дальше. Самобильное переселено, актематизация и скрещивание забороняется. ПЕДПРЕЕМСТВО ОСТАНОВЫ ОРГАНИЗАЦИЯ ТАГОРОМОДЯНЫЙ, ЯКИ УТРИМУЮТЬ АБАРАЗВОДИТЬ ОНАКИИ В ВИННЫХ УМОВАХ ЧИНЬ НЕБОЛИ ДЫКИХ ТВАРЕЙ, ЗАПОВЯЗАНИМ ВЖИВАТИ ЗАХОДИК ДА ЗАПОБЕГАНИЯ ВЫХОДУ ЦИХ ТВАРЕЙ В ПРИРОДНОЕ СЕРЕДОВИЩЕ. Казалось бы, ну в конце концов, то есть на лицо мы видим сейчас, если действительно то, что показано в ролике, произошел выпуск, это уже нарушение этого закона. Казалось бы, что в этом плохого? Посмотрим там статья, то, что было на статус-ко, это же такие благодетели и такие охотники все у нас выглядят белыми большинствами, они делают такие добрые дела. Но на самом деле, в чем это доброе дело, а именно олимпятнистый, в чем его доброта? Исследования, проведенные на территории дальневосточных различных природоохранных организаций, в том числе и исследователь на Украине Евтушевский, который в более 20 лет занимался пятнистым оленем, вот краткие выдержки из этих работ. Заказник Борисовской оплаты. В условиях охраняемой территории происходят резкие пункты акций численности пятнистого оленя, в результате чего ими достигается предельная плотность. Все это привело к жесткой конкуренции между пятнистым оленем и зюброй, и косули, вплоть до помощи от наления последних видов с территории заказника. Следующий пример. Между косулией и оленем пятнистым появлена сильнейшая конкуренция на территориях совместного обитания. В период роста численности пятнистого оленя косули практически исчезла с заповедника Китровой Апатии, заказника Барса. По Украине, работы, которые проводились в книге Евтушевского, племнистового оленем в Украине. Собственно говоря, чтобы все это не зачитывать, сводится все к чему. Олен пятнистый выступает в роли прямого конкурента косули. 74% общих кормовых запасов у них идут общие. В миссиях за новой концентрацией оленев в Курсу-Шевченко и в ГОСПО, Ведмищин назначен по школьцам лицевых культур. 40-90% на площади 200 гектаров. То есть, ну вот, то, что я говорил, и в Курсу-Шевченко, в общем, расслой 73% в кое-де-холении козоли, в миссиях за зимовый период. То есть, у них идут как бы общие эти корма. Дальше. 22 марта по 3 апреля научными сотрудниками в НИИ биологии Харьковского университета был совершен экспедиционный выезд на территорию Двуличанского парка для проведения инвентаризационных работ в фауны. В том числе, выполнялась и работа по копытам. Как я уже говорил, лесной массив, заливной, который является как быками приоткновения, помимо своих 516 гектаров, включат еще 200 гектаров прилежащих лесных угодов. В нами была выполнена подборительная оценка класса в воде для оленей и косой, согласно структурным методическим указаниям по охоту строительства, который, в принципе, как бы считается общепринятым. Итак, данные лесные угодья оцениваются для косой как угодья первого бонитета, и как первого-второго бонитета, но больше второго бонитета или второго класса для оленей и пятнистого. О чем это говорит? В соответствии с вышеуказанными инструкциями и разрешенными там величинами, оптимальная емкость данных угодий составляет для оленей и пятнистого. В пересчете 25 или 40 особей на 1000 гектаров или 18-20 особей для 700 гектаров, и для косой 50 особей или 35 особей для 700 гектаров. 35 особей косой может благополучно существовать без вреда для существующего лесного массива на данной территории. Согласно нашим учетам, там сейчас уже абсолютно численно составляет порядка 50 косой, то есть перенагрузка на кормовый воде в больше, чем в полтора раза. Помимо этого, сюда выпускается еще 50 оленей. Если бы здесь не было ни косу или никаких других животных, могло бы существовать вот этот цирк числа, который указан 18-28. Сейчас выпускается 50. Это помимо тех косой, помимо того, что там уже обитают косой. Другими словами, это фактически через несколько лет будет разрушена просто данная экосистема. При этом ДП Берюга оглашает то, что в течение трех лет они никакой годы проводить не будут, и все будет направлено на то, чтобы олени благополучно существовали. К чему все это приводит? Как я уже сказал, что ожидается просто разрушение экосистемы. Нарушен закон Украины о животном мире. В результате мы выходим к чему? Я не юрист, поэтому, может быть, все и не так страшно, но, по крайней мере, я вот это так. Статья 441 Уголовного кодекса Украины «Экоцит». Экоцит – масса уничтожения растительного и животного мира, а также совершенненные действия, которые могут повлечь экологическую катастрофу. Казалось бы, какая экологическая катастрофа от того, что выпустили они? Ну, уничтожили они один лесу. Дальше. Пункт 2 статьи 441 предусматривает ответственность за совершенненные действия, которые могли повлечь экологическую катастрофу, привести к уничтожению объектов растительного и мира, водным объектам с причинением крупного материального ущерба, с уничтожением уникальных редких объектов природы, занесенных в Красную книгу в Украину. На меловых склонах у нас оленей туда будут выходить по-любому. И в Тушевского, кстати, который опять-то, что от него ссылался, об этом есть отдельная глава, посвященная питанию, что в летний период пойменная часть рек для пятнестых оленей является просто необходимым. В случае недостатка воды, они ищут территорию или те участки, где вода есть. Они будут туда и пойменные луга, для них являются излюбленным местопитанием в летний период. Они поедают траву, они поедают высшую водную растительность. Естественно, меловые склоны, которые непосредственно ограничены с этой пойменной частью, будут для них являться, будут на пути, будут там все вытаптываться и уничтожаться. И дальше. Эпоцесс предусматривает ответственность. Ну, в общем, как бы так. Следующий шаг. Что еще было нарушено всеми этими действиями? Первская конвенция, которая от 1993 года. Я не буду вдаваться в ее особенности, только скажу самую главную часть, часть 8, первой конвенции. Каждая с доковаривающихся сторон, насколько это возможно, целесообразно, должна предотвращать интродукцию и осуществлять контроль и уничтожение чужеродных видов, угрожающих местам этой системы и местам обитания и видов. Именно уничтожение. Там идут отдельные сноски, вот если мы вернемся назад, извиняюсь, вот, части 2, 3, 13, 10, 14, где говорится о том, какие меры должны приниматься. Собственно говоря, по данному факту, нами подготовлено и отправлено запрос в Министерство экологии. Пока, если у нас не было официального ответа, вот такое письмо ушло, уходит официально. В субботу у меня был непосредственный разговор с руководителем департамента Министерства, Домашнисом Владимиром Григорьевичем, который мне официально сказал, что по их данным в течение этого года с Харьковской области никаких запросов на климатизацию не поступало. Таким образом, пока мы сможем говорить только о том, ну, ситуация осталась так, что вся эта климатизация выполнена абсолютно незаконно. Ну, у меня все. Спасибо за внимание. Так, коллеги, дело в том, что нам предоставили эту аудиторию до 17.00. Поэтому, как, через 8 минут, начнут задать. Ну, собственно, ее запросили, потому что, так полагали, что подоговоров будет. Вот, ну, мы можем сейчас свернуться и перейти на кафедру, да? Ну, обсудить, что было докладывалось. И там продолжить обсуждение. Как? Можно маленькое объявление, пожалуйста. Вы готовьте ваши письма очень быстро. Завтра в 12 часов пресс-конференция, которую дают Бирюки, председатель Совета, другие местные жители. И будут конференция в 12 часов в Харьковском полицейском центре. И вот, как раз на эту замечательную пресс-конференцию, можно принести эти замечательные письма и приубедить всех вышесказанных в том, что Максим Олегович нормальный человек, а парт работает хорошо. Так что, желательно, как бы, всем присутствовать, кто хочет поддержать парт, чтобы, в общем-то, хотя бы, ну, не спикерами, но попытаться передавить то, что они будут говорить. Потому что человек в Харькове, как я понимаю, будет озвучено официально. А его был советом по этому поводу. И это не будет. Так, так что, мы переходим на кафедру, да? Нет, ну, в принципе, если есть желание обсудить вот то, что у Евгении Викторовича прояснилось. И это... Продолжение следует...